Здравствуйте, да, Щелковская администрация. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Я что-то не готова. Ничего страшного. У нас обход частных домовладений на предмет составления похозяйственных книг. Сплошный опрос жителей частных домовладений на территории городского округа начался 1 июля. Собранные, со слов граждан, сведения вносятся в новые похозяйственные книги, которые администрация муниципалитета считает основным источником информации о деятельности ЛПХ. Обновить данные потребовалось после объединения поселений в городской округ. Данный обход проводится с целью сбора информации для внесения похозяйственной книги, которые в дальнейшем будут храниться в органах местного самоуправления в течение пяти лет. Дальше эти книги будут переданы в муниципальный наш Щелковский архив и хранение этих книг на протяжении 75 лет. Этими же сведениями пользуются органы статистики для анализа информации о том, как развивается государство, каково положение в отдельных сферах жизни. Сколько времени у вас заняла эта анкета, она всё-таки на четырёх страницах? Минут десять заняла, там, в принципе, всё понятно, ясно было написано. Ответил на вопросы все и всё запомнил. В случае чего там что случится, чтобы было что доказать. В специально разработанную для обхода анкету, состоящую из четырёх страниц формата А4, включены графы о составе членов хозяйства, площади занимаемого земельного участка, в том числе занятых посевами сельхозкультур и плодовыми деревьями. Сюда же вносятся отметки о количестве сельхозяйственных животных, птиц и пчёл, сельхозтехники и транспортных средств. Сведения нужны органам ветеринарии, чтобы на случай эпидемии животных быстро выявить очаги распространения. И что немаловажно, данные в анкетах носят конфиденциальный характер. На территории только Фрянова очень много деревень, в которых проживает зарегистрированный. Ну, один, два, десять человек, там, двадцать человек. А живёт намного больше. И у этих граждан имеется на хозяйстве всё-таки и коровы, и козы, и куры. То же самое. А это всё нужно переписать. Этого требует закон. В проведении подворовых опросов в городском округе участвует 42 обходчика. У каждого при себе удостоверение единого образца и гражданский паспорт, который тот обязан предъявить участнику опроса. Сведения о переписчиках передаются в местные отделы полиции. Это ещё один способ удостовериться, что во двор заходил уполномоченный сотрудник. Я должна обойти 150 домовладений за две недели. Вот такой у нас план задания. Ну, будем стараться. Главное, все, главная наша цель – обойти всех. Оформляют всё правильно, то есть они оформляют так, как считают нужным. То есть они должны понять, что это нужно, во-первых, в первую очередь для них, для самих домовладельцев. За день Елена Александровна обходит по 10-15 дворов и с каждым общается примерно по 5-10, а то и 15 минут. Ведь нужно каждому убедить, для чего и зачем нужен сплошной обход населения. Но, как правило, разговор складывается. Впоследствии гражданин может внести уточнение в записи по хозяйственной книге, обратившись в органы местного самоуправления. В этом случае специалист администрации обязан выехать на место для сверки новых данных. Нетрудно догадаться, что процедура выдачи сведений из книги в этом случае затянется. Уточнить, когда будет проводиться опрос в вашем районе, можно в рабочее время по телефону, номер которого вы видите на экране. Так что если к вам в загородный дом позвонит незнакомый человек, вполне вероятно, что это тот самый обходчик. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok